Привет, кто в поздний час собрался с нами поиграться. Мы начинаем предпоследнюю игру тура. Играют сегодня Виталий, Андрей и Саша. Я не променял Швейцарию, точнее, не променял Швейцарию, Сербию на домовину. Вот вам схема. Не только созвездия, понятно. В ответе должно быть какое-то созвездие, но все равно будет Виталий. Действие этого мультсериала. В этом городе, ранее называвшемся Таяхара, можно посмотреть на памятник Невельскому. Время не идет. После известного бунта в 1698 году именно им Петр I лично отрубил пять голов. Стрельца. Этот певец одним из первых получил звание народного артиста. В 1927 певта лишили звания. Шаляпина. Да, ровненько идете, все разрешились. Я научился, что-то подумал. Руал Амунсон первым достиг южного полюса на несколько недель опередив этого британца, погибшего на обратном пути. Скотт. Герой этого фильма, попав на север Франции, долго не мог разобрать местный диалект, где вместо южане местные говорили южняне. Добро поражалось. Прикольно. Строчку его отправляют солдатам на юг, являющиеся отсылкой к афганской войне. Можно услышать в песне «Девочка летом», записанной вот под шестом этой группой. Это еще любимая группа Почковского, если кому-то будет подсказы. Калилев может. Этот чертежный инструмент символизировал. А-а-а, блин, как это удовольствие. Блин, там цирку. Да, интеллигенцию на гербе ГДР он символизировал. В одной известной песне «Крематория» мы все большая стая их. Блин, рискнуть не рискну. Ну, вообще, если стая, то предположу, что «Гонщик псов» есть такое созвездие. Ну, или просто «О-о-о-о-о». Так, классно, классно. Бутылкой этого Птичиков закрепил первый день своего пребывания в городе Энн. Профессор этого же фигурирует название одного из рассказов Драгунского. Кислое щена. Молодец. Профессор Кисучий был такой. Именем этого Кошачьего назывался хоккейный клуб из Подольска, просуществовавший два года. А также действующая женская команда из Миннесоты. Что-то очень-очень знакомая. Барсышцев. Рыщи. Прикольно. К этому виду вооружения у греков относились гаплоны, у генуэзцев повеза, на Руси торчи. Профессор Кисучий. Профессор Кисучий. Это звание было введено в начале 17 века. Что-нибудь в стабилях фаранцев? Какой-нибудь ассенсор, что-то быть. Это все сержанты. 7 мая 45-го в Реймсе акт о безоговорочной капитуляции Германии и СССР принимал Иван Суслопаров, имевший в тот момент такое звание. Это точно не Маршалл. Не Маршалл. Мы генерал майором туда. В странах СНГ Атташе является самым младшим рангом для дипломатов, а наивысшим является этот. Блин, я хочу исковать, конечно. Все его слышали. Ну там, по-моему, что-нибудь типа чрезвычайный полномочный посол, зараза. Ну как так, а? Сейчас мы едем по ней из Пскова в Питер. Но Константин все-таки. Вот раз и едем в Питер. Да. Это ягода, неизменное лакомство Уимблдона, упоминается в известной песне. Ну вообще, если по эту ягоду, то это вообще-то клубника со сливками и лакомство. Ничего я не тыкаю это, ё-моё. Эй, ну как я посла не взял? Комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой, созданный в 20-х... Чё она не жмётся? Линия Маттергейма. Маттергейма... Всё жмётся, всё нормально. Сегодня лага вроде нету. Попытки введения этой линии проваливались дважды. В начале 30-х и в 45-м году. Официально впервые она появилась в 1961-м. Расстояние от неё до цели составляет 23 фута и 9 дюймов, уменьшаясь до 22 футов. Ну тут я, конечно, буду рисковать. Предположу, что это в баскетболе линия трёхочкового броска. Молодец. Линкоры, а нежелинейные корабли, не являлись эволюционным развитием этого класса кораблей второй половины 19-го века. Броненос. Ой, а чё игрок-то полез? Я его не знаю. Микшая храма Дмитров. В песне «Русские города» воспеты этой российской рок-группой с мультипликационным названием. С мультипликационным? Блин, рискнуть, не рискнуть. Алиса, что ли? Я думаю, может быть, Маша и Медведи. Нет, это анимация. А, Маша и Медведи была группа. Была, но песня не их. Ну, это вроде и не рок. Это американская военная драма режиссёра Теренса Малека по одноимённому роману. «Теренка и красная линия»? Ещё раз. «Теренка и красная линия»? Да. Первое слово не услышал. Это вертикальная линия, которая есть не у всех. Пересекает ладонь приблизительно по центру. Начинается у запястья и стремляется вверх к пальцам. Характерная тема, что может начинаться в любой точке основания ладоней. Но чаще начинается в центре и стремится к среднему пальцу. Линия жизни какая-нибудь? Что это за линия? Понятно. Линия жизни есть у всех, а линия жизни не у всех. Хотя, наверное, я-то в этом мешаю. Песня ДДТ «Капитан Колесников» посвящена этому событию. «Из-за гор…» «Из-за гор…» «Какой-нибудь пассат, мне кажется?» «Из-за гор…» Первый раунд разыграли. «Все в плюсах уже рады. » В ряде детективных романов это является предметом убийства, которое по естественным причинам никогда не находит на месте преступления. Рекордная она на сегодня принадлежит Криштиану Роналду и составляет 697 миллионов евро. Так, Виталий, у меня последняя надежда на тебя. Кроме тебя никто же, наверное, не знает. Или вы тоже не знаете, что это такое? Это что такое? Ну, блин, ну ладно. Это сумма отступных, за которую клуб обязан отступать в обязательном порядке. Так, после военной операции Фатах, исламское государство потеряло контроль над этим городом и его окрестностями. Это был один из крупнейших центров Ирака по добыче мрамора и нефти. Штурм города начался в октябре 16-го и продолжался почти 9 месяцев. Весь конец октября в новостях только про него и говорили. А, блин, я еще тему забыл. Этот владелец Фканджи был задержан. Сулейман Керимов. Да. На эту государственную должность в Древнем Риме кандидаты не избирались. Не избирались? Ух ты! Я вообще, конечно, думал исключительно про консула. Ответ твой. Консул. Консул, неверно. Не избирались с собранием по центуриям. В свое время на этой должности был Игай Юлий Цезарь. Консул было бы слишком просто для пятисот. Ну да, я тоже для пятисоточки подумал слишком просто. Но ты не единственный, кто в эту ловушечку попался. Пускай это для тебя будет утешение. Ага. Прикольно. 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 Ой ё, никто песню не знает? Я только про Ямайку Аргентину знаю. Да, станет скорее бы столлёд. А, ой ё, ой ё. Блин, кто не услышал. После опроса свидетелей в этюде в багровых тонах, Холмс спешил на концерт в Вилмане Вуде Норман, игравший на этом инструменте. Ну, пусть на скрипке. Точно, Сахал приехал в Самару и съедил детали в север. А впереди у меня это. Вскоре после знакомства Холмс удивил Ватсона своим незнанием этого факта об устройстве. Он не знал, что Земля вращается вокруг Солнца. Да. И сказал, что это же в расследовании ему не нужно. Избыток именно этого газа откачивал из теплицы Марк Плотник – герой марсианина, чтобы избежать взрыва, когда получал воду из гидрогина. Блин, ну рискнуть, не рискнуть. Ну рискуй чё-то. Вроде несложный должен быть ответ. Ну да. Ну пусть будет. А-а-а. Не, ну просто водород. Я пошусь. Водород уже жали, кстати, ошибались. Химический реактив, найденный Холмсом, был важен для судебной медицины, так как выпадал в осадок только при взаимодействии с этим белком. Блин, чё-то очень знакомое, да. Я ж про Холмса в своё время всё прочитал. Каким могло? Блин. Послушав от Холмса лекцию о дедукции, Ватсон сравнил своего сожителя с Дюпеном, персонажем этого автора. Кто Дюпенов придумал? Если коротко. Кто это вообще такой, Дюпен, интересный? Ну все, что-то же. А-а-а. Это был Свящекуала на порт. Я подумал, что про Агату Христич, что-то как-то не совпадают по годам. Жертва в этюге в погробах тонах прибыла из этого города штата Огайо, в котором находится зал славы рок-н-ролла. Так, по-моему, должен быть Кривлин. Да. Молодец. Я по залу славы. Ну понятно. По Холмсу нереально вспомнить. Эта подходящая к теме процедура часто описывается в научной фантастике. Особенно, когда речь идет о длительных... Ну это... Научно я не скажу как, но Крио будет. В общем, заморозка людей пока большой... Крио. Все, ключевое слово Крио. Крионика, Криоенная, все в подходе. В советском фильме «Тигры на льду» девочка Зина заменяет брата-близнеца в дворовой хоккейной команде. А такая особенность роднит фильм с ловушкой для родителей, где снялась Линд Силохан. Ага. Ну, наверное, они близнецы. Ну, в вопросе близнецы как бы, да, есть. Ну, если... Ну, в общем, я понял, нет, ответ неправильно. Опобенно в том, что один актер сыграл обоих в девнецов. Скоро, да? Не стучно. Не стучно. Не стучно. Блин, ну рискнуть, не рискнуть, нет. Мне кажется, просто брак. А-а-а. Ну, не месяц. Красиво. Ты всё как будто деньги ставишь, рискуешь, так прям переживаешь. В подземном анклаве мира метро 2033 свободное место отводили под выращивание их. Так, не без сомнения размещенных Карлом Линнеем в царстве растений. Ну, по-моему, это грибы. А Карл Линнея хотел бы в классе животных. Да валбы уже цветали. Вровен был. Ну, посла, посла безумно жалко. Посла, конечно, кипец. Ядовитые кентакулы, дрожащие трясучки и визжащие мандрагоры можно было найти в теплицах этого профессора травологии однокурсницами нервы Мак Гонагелл. Понятно, что Гарри Поттер был. Ну, посмотри, какой перевод. Ну, тут несколько вариантов ответа есть. Если ты угадаешь... Блин, ну стеба... В правильных ответах 4, по-моему, варианта. Это легкий вопрос, да. После внесения поправки в Конституцию 6 декабря 2001 года эта провинция Канады дважды подходит под нашу тему. Однажды. Не знаю. Ньюфан. Почему дважды, интересно, конечно. Потому что там две собаки зашифрованы, да? Потому что Ньюфан и Ньюфан. А, это провинция называется одна? Недавно во льдах Гренландии обнаружили следы загрязнения промышленностью Древнего Рима. В частности, повышенное содержание этого металла, используемого в Риме для соединения элементов зданий, сооружений, кораблей, создания водопровода и при выплатке к серебре. Этого металла. Что же за металл так долго был? Блин, тут, наверное... А, свинец. Вот хотел свинец ответить. А я вообще думал, что цинк какой-нибудь. Хорошо, что не стало. Эта литературная принцесса из Ирландии известна своими навыками врачевания. Поменяйте в ее имени ударение, и тогда вам станет ясно, что она делает в нашей теме. А, из Ольда, из Ольда. А, красиво, красиво. Именно ее, длящуюся с полуночи до четырех часов утра, называют собачьей. Эх, жмись же, вахта. О, поинтересней пошло. И в медицине это, кстати, время, когда наибольшее количество смертей. В книге Муми Тролль и она, Муми Мама не стала пропалывать огородко, так как Ондатор рассчитывал, что в огород попадет она. Кто недавно Муми Тролля перечитывал на днях? Тролли комета была такая. Найс книг. Так, векла стала. Тридерант. Спасибо авторам опросов. Опросы классные. Да, прям самая моя цепь. Тролли. Тролли. Может, ну, шахтер это висерная, что ли? Да, это висерная. Тут авторам голов не надо знать. А, это то есть из этих слов? Да, из этих букв словом. Королевская оружейная палата, старейший национальный музей Великобритании, содержащий коллекцию оружия и доспехов, имеет три отделения. Основное в лице, артиллерии в подсунке и военное снаряжение королями этой бывшей тюрьме. А, да вы? Да. Что я предложу? Вопросы кинозрителей на самое популярное кинооружие, которое провела киностудия 20-й век Фокса. Зрителям в первую очередь наук приходило именно это оружие. Самая идея создания, которого скептически воспринимается учеными. Ну, я предположу, что пусть это будет какой-нибудь лазерный бластер, что-нибудь с лазером связанное. Нет. Огнемет, наверное, читал. Илон Маск недавно создал огнемет, спасибо. Это холодное метательное оружие с японского переводится как... Блин! А-а-а! Йес! Это называется сюрикен! Точно! Так, не хочу я далеко в оружие ходить. У лошадей и собак она стандартное место для измерения роста данных животных. И собак? Да. А, понял. Холка? Да. А, что-то, блин, а я что-то понял, как загон, конюшник, конура и еще что-то. Холки. Холки. Начиная с 90-х ее стали осуществлять с помощью программ типа Quark Express, Microsoft Publisher или Adobe PageMaker. Раньше приходилось возиться. Предположу, что это верстка. Верстка, да, да, да. Нас молодцы идут. Надо было раньше ответить. Крестижный район Зинтери, неподалеку от Риги, так же, как и концертный зал с одноименным названием, находится в этом городе. Ну, Юрмова, наверное. Да. Да. А если я торможусь и зло. А история мне в ответ уже не Матрица? Нет, все, Матрица больше нет. Только весельное вот это все. А то про две страны. Типичная она живет в одном из двадцати жупаниев. Расплачиваться привыкла к кунами. Кун – это древнее, что-то такое. А, щас. Куны – это единицы. А, хорватская валюта же точно. Этот один из колесей еврейского модерна в архитектуре является также отцом великого режиссера-реформатора советского киноискусства. Блин, это ранее попал. Режиссер-реформатор? Блин, ну можно, конечно, высказать? Не хочу. Теперь это дороговато. А, Эйзенштейн. Я что-то Леонида Гайдай думал. Во Франции бездомные именуются этим полуофициальным термином. А, ну я рискнул, Виталя. Тебе взял. Лошар. Конечно. Да. Звонарь. В мультфильме 1949 года две собаки, погнавшиеся за зайцем, повстречали в лесу. Полкан решил драться, а вот хвостливая она бежала, поджав хвост. Жучко тут не подходит. Хвостливая была. Да. Обе страны перешли на евро. Латвийцы отказались от латов, а эстонцы именно от этой валюты. Я не знаю, эстону. А, да, да. Блин, ну че-то не знаю. Издаля в отрыв пошел. А-а-а. В районе границ Эстонии и Латвии со стороны Латвии вы увидите магазины, торгующие именно этим. Ведь в Эстонии цены почти в два раза выше. Я не хочу сделать. А в бензин? У меня вообще, кажется... В магазине бензина вряд ли. Ну, я хотел сказать, вот, я не знаю, засчитали. Да, алкоголем. Да, мы любой алкогольный напиток бы засчитывали. Главный собор старого города Таллина, построенный в 13 веке, носит имя этого норвежского короля. Да. Да. Да, что-то знакомое, но, конечно, не буду рисковать. Это... не помню, какой по номеру. По-моему, Аллах. Да. Да, мой не помню. Я бы сказал, Аллах Пятый. Альфийский длинный кинжал, принадлежавший Бильбо и затем подаренный Фродо. Имеет такое название. Да, блин... Без Женя не как, да? Да. Ты просто жал. Да, я что-то жал. В детском фильме 1986-го путешествия Панакляксы главный герой передвигался на аппарате, очень похожем на летающий утюг, терлявшим боеприпасами, напоминающими это. Это, это, это были гигантские макароны. Порт ПС Пополам впервые появился в 1987-м на компьютерах IBM для подключения мыши этого устройства. Ну, по-моему, клавиатуры. Хм, так все просто. Ну, сейчас тоже вопрос. Потому что у нас на работе до сих пор эти парты есть. Этот закрытый порт открытых песни выходит. Блин, как он. По словам главы ЦБРФ. Ой, я зря нажал. Ну, по-моему, я хочу в Одессу, но мне туда... А, блин, 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 блин. В Магадан пусть будет. Нет, это неправильно. Что за хрень? Эльвере Набибулиной был выбран для 2000-рублевой культуры. Если 2000, это Владивосток. Конечно. Владивосток 2000 был, да. Пускают в Одессу, но мне туда не надо. Блин, я сейчас не могу. Это песня, названная по имени поселка в Хабаровском крае, называлась гимном Колымских заключенных. Сейчас ее, например, Вячеслав Бутусов перепевал. Да, что-то безумно знакомое, но, блин, я не помню. А, ну да. Роман-бестселлер, повествующий от жизни аэропорта, большого мегаполиса, был написан этим канадцем. В 1909 году этот город, который многие ошибочно считают столицей государства, был основан как город древнего порта, переводя значащего «красивый». В фотошопных подделках на эту шоколадку фигурелка. Даже не дал почитать про паленку и зеленку. Этот российский автоконцерн, основан шоуменом. Это древнее государство в Малой Азии во времена своего расцвета включало в себя такие города, как Эфес, Троя и Смирну. Также этот американский сорт, а также это американский сорт винограда. Ну и естественное женское имя тоже. А, это такое царство было. Так, что-то про Изабелла. Слинкор Дредноут был назван этим женским именем в память о флагманском парусном линейном корабле адмирала Нахимова. И упоминался в повести Рыбакова «Кортик». Да, кортик такую знаю. А вот название же. Сейчас название появится на экране, может сильно обидно. Императрия. Французский автоконцерн Рено выпустил электрокарт с этим коротким женским именем, которое до 1920-го было очень редким. В первой половине 1920-х годов вошло в десятку самых распространенных. Ну, кто у нас за 20-й? Ева, что ли? Пофиг, что ли? Допустим, Сара. Еще короче. Ева, Зоя. Рено Зои есть такой. Ну, в принципе, все. Виталя, поздравляем. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо. Хорошо приобрали. Спасибо. Всем пока.